Добрый вечер, в эфире новости, в студии работает Айсулу Махмутова. Интерфакс Казахстан сообщает министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов и Эмир Катара Шейх Тамим Бен Хамад Альтани. Обсудили ситуацию в Сирии и возможность привлечения к астанинскому процессу стран арабского мира. Встреча состоялась в воскресенье в Дохе в рамках визита Абдрахманова в Катар, сообщила пресс-служба МИД Казахстана. Казахстан сообщает группа немедленного реагирования на террористические угрозы, созданных в вооруженных силах Казахстана, сообщает министр обороны РК Сакен Жасузаков. В вооруженных силах определен состав сил и средств немедленного реагирования на террористические угрозы, которые находятся в постоянной боевой готовности. Для переброски этой группировки имеются необходимые самолеты и вертолеты. Выработанный алгоритм и порядок действий группировки продолжается практика проведения межведомственных учений, сказал Жасузаков в ходе правительственного часа сегодня в Мажелесе. Интерфакс Казахстан сообщает, в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области 6 человек отравились угарным газом. Четверо из них насмерть сообщили в прислужбе областного департамента ПЧС. Тела мужчин 57, 43 и 42 лет были обнаружены в минувшее воскресенье в частном доме на отгонном участке. Еще двое мужчин госпитализированы. Инцидент мог произойти из-за неисправности печного отопления, добавили в прислужбе. У работника пищеблока в Назарбаев интеллектуальной школе в Талдыкургане обнаружен стафилококк, передает Костак. Женщина, у которой обнаружен стафилококк, занималась мытьем посуды и, по заверениям руководства столовой, не имела доступа к приготовлению пищи. Причиной отравления школьников, вероятнее всего, стала плохо приготовленная и испорченная еда, сказали в департаменте охраны общественного здоровья Алматинской области. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело. Как сообщалось, 20 апреля в инфекционную больницу с отравлением поступили 23 ученика НИШ. В настоящий момент в больнице остаются всего 10 человек. Костак сообщает, в Астане прошла встреча государственного секретаря РК Гульшары Абдекаликовой с генеральным директором и художественным руководителем театра «Ла Скала» Александром Переира. В рамках международной специализированной выставки «Экспо-2017» в столице Казахстана с 1 по 10 сентября впервые в полном составе пройдут гастроли Миланского театра «Ла Скала». Так, в рамках культурной программы итальянский коллектив представит на сцене Астана-Опера оперу «Фальстаф» Жузеппе Верди. А также будет исполнена девятая симфония Людвига ван Бетховена под руководством маэстро Зубина Метты. О том, что интересного произошло сегодня в нашем городе, вы узнаете сразу после рекламы. И продолжим выпуск. Весна продолжает дразнить жителей нашего города, делая шаг вперед и два назад. В ближайшие дни о солнце можно забыть. В город идут дожди. Под влиянием атмосферных фронтов мы окажемся во вторник и среду. Температура воздуха ночью может перейти нулевую отметку в сторону понижения. А в дневные часы максимальная температура составит плюс 18 градусов. Острых ощущений добавит ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. С 27 апреля и до конца недели на нас будет оказывать влияние антициклон. Поэтому погода установится. Ветер ожидается северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 метров в секунду. И повышение температуры ночью до 50 местами 13 тепла. Днем до 15-20 местами 25 тепла. В городе к концу недели ожидается ночью до 6-8 тепла. Днем 18-20 тепла. Постояльцы пунктов временного размещения субботы возвращаются в свои дома. Правда не у всех жилища высохли. Такие идут к своим знакомым. Причина выселения – санитарные требования специалистов о том, что школы не приспособлены к длительному проживанию. К примеру, из 15-й средней школы выехали все 88 пострадавших от паводка. Сейчас они, как и другие пострадавшие, штурмуют городской Акимат. Им дали месячный срок для сбора необходимых документов, чтобы получить компенсацию. С утра понедельника в проходной городского Акимата стоял неимоверный шум. Старики и молодежь осаждали местную администрацию. На прошлой неделе власти объявили о сборе документов пострадавшими от паводка для выплаты им компенсации. Выслышав об этом, люди тут же устремились за вожделенной помощью. Они также ждут, не дождутся оценщиков, которые обследуют их дома. Мы уже неделю живем у друзей. Как нам быть, что делать, где жить? Я не могу все время жить у друзей. Сказали ничего не трогать, но там же палаты все мокрые, как просто, где жить? Я боюсь, что могут не выплатить ущерб, поэтому пришла в Акимат, чтобы лично рассказать о своей проблеме. Меня расстроило то, что в дни паводка к нам не пришел ни один депутат, в том числе тот, за которого мы голосовали. Еще одна пострадавшая Айсауле – Даулит Калиева. Она последние несколько дней с семьей проживала в пункте временного размещения. Выселяя ее в эти выходные, власти вручили ей 30 тысяч тенге на аренду жилья. Женщина не знает, куда ей возвращаться через месяц, если ей не выплатят компенсацию. На ней кредиты, а также больная циррозом печени и свекровь. На что делать ремонт, вопрошает женщина. Представители комиссии по определению паводка не приходили ко мне домой. В то время, когда я находилась на пункте временного размещения на базе средней школы номер 10, со мной разговаривали лишь представители отдела земельных отношений. Они интересовались, стою ли я в очереди за земельным участком. Мой дом в ужасном состоянии. Нам сказали, придут оценщики. А когда придут, все уже гниет. В аналогичной ситуации и Алтынай Алтыбаева. Женщина с мужем воспитывают трех дочерей, одна из которых – инвалид второй группы. Совокупного заработка с супругом, по словам Алии, хватает лишь на оплату аренды дачного домика, еду, одежду детей и лекарства. Каждый год наступит. Лишь в этом году объявили ЧАЭС. Все три дочери больные. Двоих на днях оформила в лечебный интернат для туб больных. Они контактные. А та дочь, которая имеет инвалидность, уже болеет туберкулезом. Глава региона Бердебек Сапарбаев сказал, что помогать в первую очередь будут семьям, в которых имеются инвалиды. Я прошу власти обратить на нас внимание. Тем временем большая часть из 785 пострадавших, остановившихся в пунктах размещения, покинули свой временный приют. Но идти им пока некуда. Они просятся к знакомым и друзьям. 110 семьям власти дали деньги на аренду жилья. В Акимате отметили, что пункты при школах пришлось освободить из-за санитарных требований. Они не предназначены для длительного проживания. К примеру, из 15-й средней школы выехали все 88 пострадавших от паводка. Остались одни кровати и матрасы. С 15 апреля начался процесс. 20 семей, в общем 88 человек расположили все. От народа помощь была, от медики тоже график составили. От школы тоже график составили. 22-го все разошлись, все, кто у кого дома высохли, домой пошли, к родственникам поехали. И Акимат двум семьям, где есть инвалиды, помогли на один месяц, сняли квартиру на один месяц. Представители городского Акимата и других структур тем временем сейчас в составе специальной комиссии обследуют дома, пострадавшие от паводка. Глава региона поставил задачу тщательно провести работу и представить ему полную и объективную картину по выплате ущерба. Акмарал Майкуз, Валимжан Молдобеков, программа «Факт». И в продолжение темы. В социальном фонде Кулганат Ахтубе уже накоплено более 11 миллионов тенге, которые пожертвовали актюбинцы. Из них 3 миллиона 300 тысяч тенге было выплачено на аренду квартир 110 семей, пострадавших от паводка. Люди, неравнодушные к проблемам остальных, продолжают перечислять средства в фонд. Однако в городском Акимате отмечают, поддержать всех с помощью пожертвований вряд ли получится. Поэтому вся надежда на Акима области, которые в ближайшее время отправятся в Астану. Весенними паводками было разрушено 77 домов. К еще 30, которые тоже оседают, пройти невозможно. На сегодня представители городской комиссии по установлению ущерба от паводка обследовали более 1800 домов. Картина удручающая. Вода не пощадила ни домашнюю утварь, ни сами жилища. Хорошо, что удалось избежать человеческих жертв. Сейчас для пострадавших от паводки создан социальный фонд. На его счету уже набралось более 11 миллионов тенге. Но этих средств недостаточно, чтобы помочь всем, говорят власти. Ну и конечно стоит вопрос в плане того, чтобы постараться какие-то принять меры. Я думаю, что сегодня или завтра Бердек Машпекович улетает в Астану и будет докладывать об этой обстановке. И естественно, конечно, мы надеемся, что Бердек Машпекович привезет нам финансовые средства, которые помогут, от правительства, которые помогут решить реально и реально помочь нашим жителям, которые пострадали. Сегодня в городском Акимате особо отметили волонтеров от интернет-сообщества Зелло. Они помогали на пунктах временного размещения, собирали и сортировали одежду, поступившую от горожан. Примечательно, что в дни паводка среди эвакуированных родили три женщины. Им оказана материальная помощь. Мамам также купили коляски. Двум десяткам октябинцев оказана медицинская помощь. Акмарал Майкузова, Алимжан Молдобеков, программа «Факт». Более двух с половиной тысяч детей в области остаются непривитыми. Большинство родителей этих малышей, 75% от общего количества, отказываются от иммунизации по религиозным соображениям. Об этом говорилось сегодня на пресс-конференции, посвященной началу Всемирной недели иммунизации под лозунгом «Вакцины действуют». К тому же на мероприятии была озвучена статистика по травматизму. В октябре растет число тех, кто не доверяет вакцинации. Между тем, медики, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения, констатируют, благодаря вовремя полученным прививкам около 2-3 миллионов людей в год удается спасти от заболеваний глобального значения. Большинство из отказников, а это 75% родителей, выступают против иммунизации по религиозным соображениям, хотя вера этого не запрещает. К сожалению, на сегодня мы подтверждаем тот факт, что эта проблема является одной из острых проблем. Несмотря на огромную работу, проводимую нами с вами совместно, по охвату вакцинации, к сожалению, на сегодня приходится констатировать тот факт, что около 2,5 тысяч детей у нас не вакцинированы, их родители отказались от вакцинации. Из них около 1600 не имеют ни одной прививки, так как отказались с родильного дома. По состоянию на первый квартал 2017 года ситуацию по иммунизации в регионе удалось стабилизировать. Только за первые три месяца этого года прививками удалось охватить 106 детей, чьи родители ранее отказались от вакцинации. К слову, за весь прошлый год эта цифра была немногим большим – 160 детей. Это говорит о том, что население наконец-то начинает понимать всю важность иммунизации. Даже несмотря на страшные мифы, которые приписывают профилактическим прививкам. Один из них – плохое качество вакцин. Многие отказники сомневаются в качестве вакцин. Я еще раз хочу сказать, что все качества вакцины проверяются в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и вакцин. И мы покупаем, вернее, наше государство покупает только те вакцины, которые рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения и ВОЗ. И поэтому никаких сомнений в качестве вакцин практически не приходится даже в этом сомневаться. Всего 25 антигенов, вводимых ребенку до года, обуславливает защиту от 11 серьезных и опасных заболеваний. Таких как корь, дифтерия, краснуха, полиомиелит и другие. Большинство непривитых сегодня насчитывают городские поликлиники номер один и номер два. Эти дети проживают в одном районе и в будущем могут пойти в один детский сад или школу, что чревато эпидемией. Сетуют медики, призывая родителей подумать о риске, которому они подвергают своих чад. Всю неделю с 24 по 30 апреля в области будет проходить Всемирная неделя иммунизации, в ходе которой население получит исчерпывающую информацию по вакцинации. В ходе данного мероприятия будет особое внимание уделяться населению, которое не имеет постоянного места жительства, это граждане, которые прибыли из других стран. Вот эти населения будут у нас прививаться. Также вакцинация будет проводиться во всех поликлиниках города, доступна каждому и бесплатно будет проводиться. В ходе сегодняшней пресс-конференции также была озвучена статистика по травматизму, ведь наряду с неделей иммунизации в Октюбе проходит месячник по профилактике травматизма, причиной которого по большей части являются дорожно-транспортные происшествия. В 2015-2016 год поступило по отделению БСМП за 2015 год 1143 человека с различным видом травмы. А вот в 2016 году 1176, то есть в общем рост небольшой, только на 33 больных больше приняли мы в 2016 году. Только за один год, с 2015 по 2016, на 20% увеличилось количество бытовых травм. Отмечается рост травматизма в алкогольном опьянении. Ненамного уменьшилось число пострадавших в ходе работы, на производстве и дорожно-транспортных происшествий. Однако аварии на дороге по-прежнему удержат высокий процент в статистике травматизма. Аселькин Жалин, Алексей Уразов, программа «Факт». В родительский день активенцев на городское кладбище будут доставлять на автобусах 40 маршрута. Отправляться специализированный автобус будет от центрального рынка с 9 утра до 5 вечера. Временной интервал движения примерно час. С 21 апреля общественный транспорт уже курсирует по данному маршруту. Но завтра планируется увеличить количество автобусов и сократить временной интервал. 25 апреля, то есть завтра, количество автобусов будет увеличено и интервал движения, соответственно, будет сокращен. Маршрут движения, остановка «Центральный рынок», остановка «Парк Пушкина», «Джамбула», «Жуковского» и далее по Акжарской трассе до городского кладбища. Оплата за проезд также 55 тенге и действуют льготы детям от 7 до 15 лет 50 процентов и бесплатно ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам 1-2 группы. Наши новости также доступны на сайте www.riktv.kz. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова